Всем привет. Я говорю просто это самое. Всем привет. 3 июля у нас сегодня. Ну, приступаем. Привет. Давай все-таки начнем с дропа, потом перейдем к арбитражу. И я еще хотел озвучить вот разницу между арбитражом и арбитражом от private label. Потому что иногда люди не понимают разницы. Ну, самое простое это то, что мы находим, ну, грубо говоря, это барыжничество, да, мы находим подешевле, ищем на Амазоне, чтобы продать по более выгодной цене, размещаем у себя в инвентаре, получаем заказ и уже пляшем на заказы, то есть, таким образом, зарабатывая разница. Есть четыре вида дропа. Знаю человека, который мне рассказывал, что есть 17 видов, но 17 я не знаю, я знаю 4. Один из видов, это самый популярный на просторах СНГ, я его не люблю, никогда им не занималась, но, тем не менее, народ этим увлекается. Когда требования к вилкам минимальные, то есть, лишь бы там был БСР, берут товары с БСРом там до 10%. То есть, практически интересует только маржа, и люди загоняют по 5 тысяч вилок, то есть, по 5 тысяч лисингов. Я не люблю такой вид дропа, потому что, ну, во-первых, это прямая дорога к плохим метрикам. Чаще всего такие аккаунты взлетают быстро, но недолго. Ну, как бы, дроп, как и арбитраж, как и private label, в принципе, это бизнес-статистики. То есть, при такой методике тысяча, в том году тысяча лисингов давала 27 продаж в день, сейчас я знаю, что тысяча лисингов дают примерно, там, 18 продаж в день. Сама я никогда не практиковала такую вид дропу, то есть, это, ну, не мое. Следующая вид дропа, это когда уже более выборочный подход к вилкам, есть определенные критерии, когда отслеживается и количество продавцов, и вот здесь, как бы, не берется товар, там, с ebay типа китайского ноунейма. Это тоже, если вдруг забуду, по поводу вот, самая распространенная ошибка, это ноунейм на Амазоне. Самая распространенная, там, новичков и даже встречалась среди опытных. Вот. Значит, придется более выборочно подход к вилкам, то есть, к примеру, там, бейстар только топ-1 процент. Смотрится история цен на Амазоне, отслеживается количество продавцов, лоял, почему, и так далее. То есть, не крепимся, допустим, если на лисинге только один продавец, и максимально, конечно, допустим, их продавцов 15, и среди них не должно быть ФБА-продавцов. Опять же, скажу, по поводу ФБА и ФБМ-продавцов. Многие считают, что если на лисинге только ФБМ-продавцы, это по-любому дропшиппер, это ошибочное мнение. Иногда некоторые товары невыгодно завозить на склад на мазотома из-за большого хендлинга. У меня были товары, которые я продавала просто с клип-центра, то есть, завозила партию товара, продавала как ФБМ-продавец, то есть, не являясь дропшиппером, так как партия была закуплена в 7-8 руках, то есть, и сопроводительные документы в том числе. Третий вид дропшиппинга, это когда уже он более продвинутый, когда находим товар, который продается, создаем собственные лисинги, то есть, находим товар, который продается, но не продается еще на мазоте. Создаем собственные лисинги, и какое-то время являемся единственным продавцом этого товара. Я таким способом переходила в арбитраж. То есть, я создавала свои лисинги, начинала с них продавать товар, как только продаж, и когда шло 3-4 продаж в день, я переводила товар уже на фран. Это мне давало возможность быстро оборачивать человек мастеринга. То есть, у меня, в принципе, никогда склад не держался больше, чем 10. И есть четвертый вид дропшиппинга, это самый приемлемый вид, он самый, наверное, сложный, но самый приемлемый Амазон. То есть, это уже чистый бизнес. В свое время я таким занималась не на Амазоне, а в Украине, до Амазона. Когда подписываешь договор с несколькими компаниями на то, что ты работаешь по всеми дропшиппингами, они представляют тебя единственным продавцом. Ты просто на них потом скидываешь клиентов. Амазон как раз, когда говорят о том, что на Амазоне дропшиппинг разрешен, именно это Амазон имеет в виду. То есть, то, что он не должен быть единственным продавцом представленным, и не должно быть никакой информации о сторонних ресурсах. Вот, что касается дропшипа. Какие здесь статистические? Ну, самый большой риск, это то, что очень много людей, если не большинство, дропают с ebay. На ebay дофига тая, дофига подделок. И, как бы, в случае чего, нечего дать Амазону, в случае, если предъявят. Если хотя бы мы дропшиппим с официальных источников, то есть вариант, пусть купить поддельный invoice, но купить, когда мы дропшиппим с ebay, то есть это все легко проверяется, будет товар на официальных источниках. Ну, как бы, знаю ребят, которые хоть и спрашивали совета, но, тем не менее, не послушались и далее сделали поддельный invoice на подделки, и был бан с промалировкой мошенничества, и денег с аккаунта не выгодили. Вторая самая такая распространенная проблема дропшиперов – это метрики за позднюю доставку. Так как товара у нас нет, мы не можем контролировать в идеале доставку, и часто вот лейтшипмент трейд страдает от этого. И, наверное, это, пожалуй, вторая причина банов среди дропшиппинга. Я знаю ребят, которые отстроили очень успешно такой бизнес-процесс дропшиппинга, «забери 3-5 аккаунтов для того, чтобы девернифицировать риски» и просто контролируют, уменьшая, увеличивая продаж на лейтшиппингу, контролируют распределение денег. То есть, в любом случае, бана, в любом случае, деньги выплачиваются через 120 дней, но, опять же, если все делать по уму, то банов можно избежать. То есть, если ты помнишь мою историю, в январе я была забанена, вот единственный раз, да, хотела проверить свой товар, который вот сейчас был на «Авэк», хотела его проверить, как он продается, выставила его в продажу, получила в течение первых 7 часов 4 продажи и сразу же получила панк. Проверила. Вот. Проверила. Да, проверила. Поэтому я сейчас, как говорится, на чужих аккаунтах все делаю, но для меня это в любом случае была хорошая история, потому что она меня подтолкнула очень много чего узнали в Амазоне. Теперь, по поводу онлайн-арбитража, ну, вот дропшипы и онлайн-арбитраж, они не имеют под собой ничего общего. И есть несколько видов онлайн-арбитража. То есть, один из тех, которые ты мне подговорил, да, перед тем, как, ну, начался эфир, это работа с автовиками. Это всего лишь один из видов. Пока для СНГ недоступны такие вещи, как ритейл-сертификат и нет у нас американского такс-айди. Очень многие компании, естественно, не хотят работать с СНГ. И здесь есть оптовые базы, которые, как бы, согласны работой, да, но сейчас ввиду популярности онлайн-арбитража, когда сталкиваешься, когда берешь из этих оптовых баз товар, то оказывается, что на листингах уже дофига европа продавцов. Я, как бы, не люблю толкаться с этими башниках, потому что стоят, в основном, байбрайсеры, это начинается борьба цен, то есть листинги перебиваются очень быстро. Свой способ перехода на арбитраж, я тебе говорила, и у меня, в принципе, все цифры созданы, собственно, ручки. Что позволил сделать мне дроп? То есть большой опыт в дропе позволил мне понять нишу, в которой я работаю, и я уже, наверное, вскидку понимаю, давай будет продаваться или нет. Сейчас объясню, что я имею в виду. К примеру, ты проанализировал стаканы и решил торговать стаканами, и ты видишь, что они хорошо продаются. И оказывается, что начинаешь изучать более детально, то продаются стаканы только крупной формы, а ты чуть не завез там стаканы квадратной формы. Вот такие вот всякие мелочи дают чипать возможность дроп. Арбитраж, вот сходу ныряя в арбитраж, знаю, уже много людей, которые насмотрелись, ну, кто-то покупал, кто-то насмотрелся ворованных курсах по арбитражу. Есть такая популярная программа Oxray, многие ее юзают, я считаю, что они больше преддат, чем пользы, потому что потом на одних и тех же вилках сидят 100% продавцов, заряжают склады по полгода, без движения. То есть у меня арбитраж, он гораздо проще, ввиду того, что у меня нет доступа к таким мастерским тентам, чтобы работать с ними напрямую. Я беру просто официальные магазины в Америке, ищу товары, которые хорошо продаются, и выставляю их на Амазон. То есть я сейчас отказалась от работы с оптовыми крестнадами. Таким образом, я получаюсь единственным баопродавцом на этих листингах. Правда, у меня сейчас как бы другая печаль случилась, я вот перед морем поклонила склад, думала, пока я на море, пусть он продается, и приехала на море, а Амазон встал на все мои листинги. И на этом как бы мои продажи приостановились. А причина вот этого Амазон, как он принимает это решение? То есть как он встал на листинге? Знаешь, я без понятия, как он принимает это решение, встал на листинге, но реально он у меня сейчас из 21 листинга на 16 листинга стал Амазон. Причем одна момент. Понятно. Я вообще, вот честно могу сказать, я в любом случае не допер никак разницу между группом и онлайн-арбитражом. Для меня лично? Разница в анализе. Тебе гораздо больше вещей нужно анализировать для того, чтобы завести товар, потому что тебе же товар нужно выкупать, при датрахе, вон, в склады. Ну понятно, я понял. Уже нужно учить. Я понял, о чем ты говоришь, а разница именно о том, что ты деньги вкладываешь или не вкладываешь. Я всегда, когда по привату, мы начинаем разговаривать и говорят, ну вот о чем туда-сюда. Сейчас уже этих разговоров очень мало стало. Ну вот эта тема с банной, может быть, отпугнула как бы все это. Но когда тот же Ноблис все это двигал, так активно, вот, там, пускай там, неважно, как он это двигал, но в любом случае двигали. Эта тема была на слуху. Сейчас как-то попроще. Для меня лично, в чем отличается онлайн-арбитраж, дроп от привата? Тем, что приват, делаешь листинг и двигаешь ты его лично. Онлайн-арбитраж и дроп, в первую очередь, ты цепляешься к тем листингам, которые уже продвинуты. То есть у тебя задача найти товар дешевле получается, а не именно товар, который ты... То есть я выбрал товар дешевле, дороже, там, неважно какой. Но для меня, главное, мой листинг должен быть в топе. Я заточу на листинги, заточу на фото, заточу на качество, там, и так далее, и так далее. А тебе надо привести в точность такой же продаваемый товар. У тебя задача одна. Документы, и чтобы тебя не забанили. То есть дешевле, ну, ты говоришь, вот эти, которые там, репрайсинги, которые делают. Вот, то есть вот, я не пойму, то есть вот в этом. Ты мне говоришь, я подробно еще делаю собственный аккаунт. А почему они прицепляются туда? Потому что у них такой же точность товар, а бренд, грубо говоря, они твой, правильно? Ты ничего сделать не можешь. Ну, смотри, я, понимаете же, возвращаясь, я, например, довольна, что Amazon сейчас закрыл бренд-ренджерстри в том виде, в котором оно было, потому что для меня, допустим, если мы говорим о частной марке, это когда ты вложился в товар. То есть ты его проработал, ты его переработал, и выдал какой-то свой, ну, что-то новое свое из того, что было, да, и ты это продвигаешь на Amazon. Ну, или хотя бы ты за барки, хотя бы за барки торговую марку купил себе, зарегистрируя. Вопрос в другом, что чаще, сейчас вот Amazon открыл целый отдел огромный, он типа и раньше был, но раньше он был номинальный. А сейчас, допустим, вот один, ас-диспут, куда можно подать диспут, на слушай, если тебя как бы незаконно щимят с листинга, так называемые пейльщики, которые как бы обижаются, но тем не менее, в Амазоне прописано, что Amazon это и есть каталог. У него каталоговая система. Если у тебя есть точно такой же товар, ты имеешь право его продавать. Когда люди берут товар, который 100 лет побед без них продавался, лепят просто на него свой логотип, и потом начинают, ну, вот раньше это было, сейчас уже этого нет, сейчас не так просто поджалобы в Amazon, а вот раньше это было очень массово, когда начинали говорить, что у меня предстоит жестрия здесь. Ты должна, где такой товар найти с надписью? Ну, предположим, товар абсолютно одинаковый, Privat Label торгует, я не знаю, огромное количество повторяющихся товаров с разными шильдиками, в разных упаковках, с разными шильдиками. Там они могут приватчить и что делать, какие товары, какие-то подарки добавлять, какие-то изменения, такие вот элементарные, которых нет. Ну, предположим, товар без упаковки, без всего стандартный, но на нем я придумал название, там, я не знаю, там, какой-нибудь. Вот. И у тебя, то есть ты нашла китайца, который этот самый, то есть где-то, как объясни мне. Я тоже... Нет, есть вариант, ну, вариантов, когда даже, ну, логотипа нет, понимаешь? Ну, когда есть логотип, хорошо. Ты мне расскажи, как... Флисовый одеял, который продается там, он продается там, он продается в одеяло и в Волмарте, и на Эбэе, и в Китае. Соответственно, в Китае ты его купишь там за доллар, на Волмарте он там стоит 99, на Амазоне он стоит там 13 с копейками. Это одеяло абсолютно без каких-либо познавательных сна. Не, я понял. Ну, а я, например, такой же одеял привез в Китае один в один, что ли, получается? Да, в один в один, как бы, и говоришь о том, что у меня типа правит фейбл, что они так делают, что ли? То есть даже мозгов не хватает, чтобы... Что, бумажку даже наляпать, что ли? Я не знаю, никак не могут. Что она... Ну, пишется на таких пейсиков много, которые потом кричат о том, что у меня правит фейбл, типа, ко мне тут присосалась вонючка на листьях, как бы было оттуда его брать. Ладно, хорошо. Тогда говорим... Мне вот интересно с тобой разговаривать, просто у нас как раз две-то... Это как это... У нас линия терминатора, я-мое-то. Тёмная страна, лунная и светлая, я-мое. Вот, и за это у меня очень в этом отношении. Думаю, многим будет интересно, как бороться, как я несколько раз говорю. Мне говорят, я пойду туда, говорят, послушаю, как Коршин в прошлый раз говорил, я поехал послушать, как с приватчиками бороться, говорит. А дропшипер, наверное, пошли послушать, как с приватчиками бороться. Я не об этом. Хорошо. Предположим, есть нормальный лисин. Сейчас у меня нет бренд-регистра. Я на данный момент к нему как-то всегда скептически относился. Когда я начинал, его ещё никто о нём не знал. А когда я, как сказать, запускаю следующую, у меня волна активная, его уже нет. Вот. У меня как не было, так и нет. Мне в принципе было плевать всегда, потому что бороться, те, кто прилипает, это однозначно надо делать выкупы. И кто делает выкупы, плевать. Хоть такой же в точность товар приходит, говорит, что по-любому подделка, все дела имы, и вот таких выкупов с продвижением фигачи-фигачи, пока его не убьют. Другой я даже, мне даже письма писать, плеть. То есть вот там что-то, я просто сразу, у меня куча знакомых там в Америке говорят, покупай это, это, это. Даже всё равно. И назад возврат. Возврат, несоответствие, что там, несоответствие качеству, там, всё, какое говно, можно ему на магазин написать. Вот и пиши ему. Вот. И всё. То есть у меня подход такой достаточно простой. Потому что многие, когда был приват-лейбл, также ничего не получалось. То есть у некоторых получалось нормально отбиться, а у некоторых не получалось. Я из-за этого сразу на выкупы просто шёл, да и всё. И мне из-за этого понять, сейчас, на данный момент, когда мне классно лисим, когда я придумал свой логотип, делал нашивку там, ну то есть, я чем-то отвечаю, у меня абсолютно такой же товар, как и у ещё пятилиссот человек, или по логе. Но у меня есть отличительные какие-то вот эти вот вещи. Даже без коробок, без всё, без подарков, просто вот только логотип. В этой ситуации же тоже подприцепляется и не отцепляется, предоставить им документы там туда-сюда, да, Римма? На самом деле, как бы, адекватный человек отцепится. Хорошо, хорошо. А сейчас говорят, бренд-регистри нет, я даже не могу пожаловаться никуда. У меня нет бренд-регистри. У меня есть товар, у меня нет бренд-регистри, я пожаловаться не могу. Мне только выкупы и покупать, и вам сказать, на этикетке нарисован другой товар. Как? Ну вот, ты отцепился, например. Я просто не пропал. А, понял. Ну вот, смотри. А, есть приват, у него есть этикетки, все дела. Я ему написал, он не отцепился. Что делать дальше? Ну, неадекватно, я мать. Тут таких половин, я мать. Так что не переживай, я мать. Слушай, ну, вот, что я тебе могу сказать. Я, ты говоришь, на арбитраже, там, да, разницы нет между правит лебел, арбитражом в том плане, что, ой, что есть большая разница в том плане, что арбитражники не создают клипники. Вот я точно так же создаю, есть. Я создаю свои листинги, я занимаюсь оптимизацией текста на листинги, единственное, что я не запускаю рекламу, потому что там не мой, и неинтересно запускать рекламу на него. И точно так же там буквально проходит 5-7 продаж с листинга, и на листинг вступляют. В том, что даже туда уже создают банклы, такие, чтобы не могли подобрать товар, все равно как бы цепляются. Но, как правило, в большинстве случаев, может быть, сейчас не знаю, удивить тебя это или нет, в последний раз написала всем письма на русском. Они, дошли до них? Люди, которые ходят в сумму, к примеру, я тебе просто приведу пример. То есть я продаю товар 79 долларов, человек приходит и ставит в ходу 57. Я написала, всем разыслала письма, то есть нахрена это вообще делать, если он хорошо продается по 79 долларов, зачем настолько сбивать цену? Это, кстати, опять же, к твоему вопросу о заработке на арбитраже. То есть я тебе не буду говорить о воротах, потому что я вообще считаю, про вороты это глупый вопрос. Единственное, что должно интересовать, это роль. У меня есть правило, то есть я не беру товар, у которого роль меньше, чем 300%. В среднем, я считала, со всеми своими расходами, с предвидетельными ситуациями и так далее, у меня получается на 1000 долларов 400 долларов чистой прибыли. Я не знаю, у меня правит лейбл пока в пути, поэтому я не знаю, для ПЛ это хороший показатель или не очень. Нормально. 40%. Я просто, честно могу сказать, я всегда считаю на вложенные деньги, мне все равно какие-то там рои, я не знаю, вообще никогда. Я говорю, я иду своим путем. я не смотрю курсы, ни у кого ничему не учусь, ничего не знаю. Я знаю, вот 40%, я знаю, я бакс вложил, если 40%, значит, я 40 долларов заработал. Получается так, правильно? Еще раз, с вложенных денег сколько я заработаю, то есть, ты 100 долларов вложил и 40 долларов чистыми получил, правильно? вот я... Ну, на привате, на привате стандарт, стандарт, это, грубо говоря, там, в любом случае, как некоторые говорят, 30%, я не знаю, из чего они там высчитывают. Это вот 100%, это минималка, на которой все работают в основном. Из-за этого, вот эти вот 30%, которые блуждают все время цифры, это туда еще вкладывается, то есть, 5 долларов себестоимость доставки, 5 долларов фи, например, и 5 долларов чистый доход. То есть, получается, 15 долларов, вот, или на вложенных деньги ты заработаешь 10 долларов, 5 затрат, и, соответственно, 5 чистогановых. Опять отдал Амазон. Примерно вот в таких вот пропорциях всегда все получается. Вот. Из-за этого на привате, соответственно, то есть, нормальный товар, 100 долларов, это обычно, а хороший товар, ну, больше. Ну, там, это бесконечно, то есть, там можно и тысячи процентов зарабатывать, но это в основном на таких товарах или мелочевка, ну, редко такое бывает, и чаще всего я именно смотрю по марже как раз насколько загружена ниша. То есть, чем более, больше маржа, тем это вот как раз показатель, насколько она еще свободна. То есть, количество отзывов как раз, что показывает вам за скопи, вот эта зелененькая, ну, я просто, я не смотрю, у меня еще все равно там, какие там, RPR там, и тогда что там, они высчитывают. Для меня просто зеленый свет, значит, хорошо. Красный, значит, не очень хорошо. То есть, я достаточно простого исхожу, и для меня очень важно, то есть, я как раз смотрю, если много, мало отзывов, а неплохие продажи, это костный фактор о том, что эта ниша молодая. Вот, и начинаешь ее просто уже дальше смотреть, и уже чаще всего вылазить, что там и маржа хорошая. Но очень часто, вот у меня есть сейчас товар, я его даже запустить не смог, потому что просто китайцы не могут его произвести. То есть, конкуренты уже вылезли, некоторые конкуренты вышли с некачественными продуктами. Вот, я хотел его сделать качественно, ну, так и не смог договориться, то есть, я много ресурсов делал, то есть, новые приходят, новые приходят уже, новые, и все равно не смогли мысли. Но можно пускать производство? Да, у них такое производство. у меня сейчас одного, то есть, это беда в Украине производства, потому что, ну, как бы, не смогла добиться, куда я начал. Ну, вот у меня с России вообще беда, просто я отправить не знаю, как в Америку, просто, ну, вообще не знаю, то есть, я понимаю, как мелочок отправить, как-то там, 30 килограмм через что-то там, как-то, вот, понимаю, наверное, как контейнерами, наверное, можно официально все это отправлять, но как вот малый бизнес, чтобы развивался, у нас в стране такого нет. То есть, у нас, как бы, на, ну, я не знаю, там, не думают о людях. Вот, у нас только корпорации, наверное, лоббируют интересы, и все. А все остальное, это не бизнес уже считается, то есть, там уже это самое. Ну, вот, из-за этого мне сложно сказать, что с Россией мы сколько раз пытались, кто бы не пытался, и кто бы мне не предлагал даже такую услугу, но ничего внятного, нормального, интересного не было. То есть, даже доходило до того, что проще в Китае отправить товар, а с Китая в Америке. Ну, то есть, вообще бред какой-то. Вот, так что, вот такая вот история. Все понял. Ну, смотри, вот, арбитраж и дробь, на самом деле, как бы, дармовых денег нет ни там, ни там. Нет, ну, никто не спорит, кто... Дармовых вообще нет денег. Дамы-дамы, да. Монетаром нет. Да, это понятно, тут в любом случае. Ну, прикольно. Задавайте вопросы, давайте тогда начнем, потому что все рассказали. У меня всегда только один, я говорю, я всю жизнь продажами занимался. одно еще хочу добавить, по поводу, часто спрашивают, вот, тоже мы с тобой вначале разговаривали, когда у людей мало денег, типа, с чего начать? Некоторые там, с 3 тысячами долларов, это вообще для меня сумасшествие, пытаются запустить Pay, то я, как бы, в такой ситуации рекомендую начать с дроба, перейти в арбитраж и потом запускать Pay, потому что это дает понимание нише. Вот сейчас я на арбитраже, на Amazon завожу товары, которые до меня на Amazon не продавались, продажи идут, то есть я теоретически могу сейчас, ну, были бы деньги, я могу там товаров в 12 запустить на Amazon, и я знаю, что они могут продаваться. Да, это преимущественно самое главное, но ты первый, кто об этом сказала, ты первый, кто об этом сказала, по дропу, это единственное преимущество. Когда нам говорили о преимуществах дропа, начать надо с дропа, надо то, надо пятое, десятое, на привате какие риски, потому что вы сегодня все деньги вкладываете в один товар, а здесь в один. Там был акцент на другое, то, что ты получаешь бабки, не вкладываешь в товар. Вот самый главный был. То есть я купили товар, а только потом ты его, и не говорили. и не говорили. Ацент бы делала на понимание Amazon, понимание ниши, арбитраж дает понимание функции самого Amazon, создание литингов, работы со складами, то есть комиссии Amazon, как бороться с Amazon, когда он взимает лишние комиссии, и так далее. То есть это все дает арбитраж, за гораздо меньшие деньги, чем когда-то, что ты отправил на это. Если у тебя есть хорошая ниша, ты мне вот один товар скинул, надо будет как-нибудь по нему пообщаться. Просто у меня подход поиска товара чистой математики. То есть есть объективные показатели, по которым я просто тупо долблю. Причем у меня есть вот эти вот жирные ниши, они относятся именно к этой наработке, которую я для себя, когда начинал, то есть пошел своим путем. То есть я просто поставил ставку на приват-лэйбл, ну так получилось, я не выбирал. Что раньше, что позже, но получилось, я на него поставил ставку. Я тогда тоже ничего не понимал особо. Я набирал нишу для того, чтобы просто поняли что на Амазон. Ты говоришь, я анализирую нишу. А я, соответственно, брал просто широкий инспектор. Мне было важно понять, что принцип рейс на Амазоне. И это в будущем пригодилось тем людям, которых я консультирую. То есть человек приходит с нуля, ему не надо разбираться в алгоритме Амазона, какие там департаменты, как туда зайти, ну целый геморрой. Вот, ну просто реально, если я уже знаю Амазон, там месяца трачу, чтобы вот это все прогнать, потому что ну мозг плавится от этой вот этой всей рутины. Программы я никакими не пользуюсь, я не знаю. Мне как бы не нравится. И я когда, ты сам ручной делаешь, ты прочувствуешь просто, ты сам помнишь, вот ко мне обращается, товар показ, я говорю, я даже конкурентов уже, бренды помню там, это самое. И какие там цены, и что как, то есть какая история. А когда ты автоматом, да, когда ты автоматом делаешь, и я могу сказать, многие программы, которые у меня в том числе есть, они в принципе, ну они ничего не дали. И сейчас, вот я на данный момент ищу товары чуть по-другому. Да мне надо просто... Вот я на днях Facebook группой свои чисел, где там это движение нет. То есть мне сейчас просто пробежаться по Facebook, я спокойно могу найти там эти товары на запуск. Ну просто спокойно, потому что я иду от обратного, просто я знаю товары, которые уже все продают, знаю товары, которые продают не все, знаю товары, которые мало продают, ну из моей статистики, естественно. И знаю товары, которые вообще еще никто ко мне не обращался, то есть явно новичок. Я начинаю его прогонять по цифрам, то есть я что смотрю? Я смотрю сначала емкость ниши, то есть как раз Амзасков включил, многие говорят, мы не пользуемся теперь, ну все модные стали, теперь все вообще все знают, вот, я не знаю, я на это старинке, то есть я забиваю товар, выискиваю правильный ключ через MerchantWord, мне он нравится, тем более они сейчас его обновили, он стал нормально вообще работает, мне очень нравится, я очень доволен. Вот, я туда вставляю, смотрю, выбираю правильный ключ, подгоняю, загоняю, значит, в Амазон, проверяю релевантность, все нормально, мои товары, проверяю продажи, если продажи нормы, смотрю, мало отзывов, ну все, вот он, кит продаж на какой-то, на месяц, на два, калиф на час, там, я не знаю, бывает, бывает на два, ну спиннеры сколько у нас, январь, февраль, март, апрель, до мая, 5 месяцев они работали. Просто получилось неудачно, вот мы запускали, неудачно получилось то, что китайский Новый год, они успели до китайского Нового года, это фигни запустить, и запустить только в марте. Вот, и получилось, два месяца потеряли, а так можно было еще капусту больше намать, но FidgetQ продавался с конца августа, и очень хорошо продавался до мая. Вот, не знаю, может быть, эти все фиджет-игрушки, фиджет-тоисы, все поднимутся опять, там, например, там, сентября, там, октября, хрен его знает, а может они поднимутся вообще, то есть они как май месяц, они в начале мая как рухнули по гугл-тренду, а так они и улетели в унитаз, вот, из-за этого, ну, такие товары, они реально постоянно появляются, ну, из-за этого ничего такого нет. Вот, простая математика, у тебя, видишь, такой подход именно дропа в плане практики, то есть ты уже поработал, посмотрела, так что инвестиции, инвесторов, я думаю, спокойно можно найти, если люди, когда я выставлял, пытался продавать товары именно свои математические, то есть вот именно со статистики, с обычной статистики своего опыта, это не значит, что у меня мои ученики на все эти товары, а я у них скоммунизовал удачно, вот, нет, это просто моя работа, я им эти товары чаще даю, чем они мне, к сожалению, вот, вот, но в любом случае ни разу ни один лисен, ни один ресерч я не продал, с людьми очень сложно в этом отношении, очень сложно, то есть ты начинаешь им критерии... Может, я сейчас вставлю, если вот пока ты говоришь, вот это все... Давай. Так, что-то со связью у нас? Так, сейчас перезвоню. Скайп у нас прервался. Сейчас, сейчас проверю. Скайп прервался. Ага. Сейчас? Сейчас, контакт там уже заработал. О, вот! У меня в номере свет вырубить. А, понял. А, меня слышно, видно? Да, отлично, видно. Сейчас я единственная картинка настрою, секунду. Так, подожди, пожалуйста, секунду, я тебе на наушнике, потому что я не саду. Да, да, давай. Мне как раз все, все видно. У меня слышно? Да. Все, он тебя отлично слышно. О, я слышно. Звук только погромче, можно там как-нибудь у тебя наладить? Так. А то меня опять в YouTube будут ругать, что я тут звуки не отлаживаю, ничего не делаю вообще. Слушать невозможно. Ё-моё. Я говорю, я не умею. Я в общем сердце, потому что у меня вырубился этот, почему-то свет в номере вырубился, и сейчас не буду уже идти разбираться с этим. Смотри, по поводу вот, private label. У меня же много людей пишут, и я, ну, очень многих людей знаю товары. И меня, честно говоря, иногда очень и очень поражает выбор товаров, которые люди делают. И я просто знаю, ну, уже как бы опять же, имея опыт дропа и арбитража, я знаю товары, которые продаются, но продаются они просто так у человека. То есть там приложено гораздо больше усилий, там есть целая подноготная, которую никто не ковыряет. И просто видят, что есть, допустим, два-три конкурента, которые продают там на 30-50 тысяч долларов, везет такой товар, и у них не продается. И потом говорят, ну вот, типа, он продает, у меня вообще, типа, не одной продажи, и я уже там и фотографии меняю. Очень интересно, вот что за подноготная? Вот мы все время говорим о контенте фантастическом, внецом тратике. И потом оказывается... Что это может быть? Я тебе приведу простой пример на товаре, который, я знаю, что он продается только у двух человек. И есть, я даже не знала, что такая штука есть, но она есть. Это такой какой-то вот шарф для кормления детей в публичных местах. Для того, чтобы, ну, как-то он там одевается, чтобы обликнуть. Ну да, я понял. И в чем там смысл? И... То есть народ позавозил такие шарфы, и вообще нет ни одной продажи. При этом, как бы, есть два человека, которые очень хорошо продают. Так вот у этих людей очень серьезные паблики, очень серьезные каналы. Ну, короче, внешний трафик, так и скажи. Вот и все. Там не просто внешний трафик, там прям движение, это загрудное кормление. То есть там очень много полезного контента. Я понял, это внешний трафик. А какой он уже? И он через блогеров, через личный контент, через там Facebook-группы, через Kickstarter, Fidget Cube тот же самый. Да, я тебе к тому, что там не просто там поливают трафиком, то есть не просто реклама идет, то есть там серьезный подход. Все понял, ну это горит. И когда делают ресурс, анализируют товар, многие не учитывают вообще этих моментов. То есть берут просто, ну то есть увидели, что есть люди, которые там типа хорошо продают, и не учитывают моментов, почему они хорошо продают. Почему в этой группе, допустим, ну, мне кажется, должен настораживать вопрос, когда ты видишь, что у тебя есть ниша, и в нише только, допустим, два или три успешных продавца, а остальные с подобным товаром нет. А это как раз я тебе хотел сказать. Открываешь сам за скоб, и там вылетает 100-100, и там 5-5-5-5-5-5-5-5-5. Я такие ниши и не смотрю. Некоторые, бывает, когда ты посмотришь, думаешь, ну я его сломаю. Ну то есть, ну реально там что-то слабое, ты начинаешь анализировать рынок, и реально понимаешь, что те, которые по 5 продают, ну вообще не знаю, чем занимаются, тот, который по 100 продает, непонятно. Но бывает, как ты правильно говоришь, из-за этого надо ниши выбирать, равномерные, равномерные, где можно побороться. Мы все равно, даже если круто сделаем запуск, даже если все четко сделаем, мы сможем побороться только за серединку. Ну так, объективно, емое. Может, конечно, все случиться, емое. Но надо адекватно оценивать свои силы и цены, опять же, своего товара. За середку. А в середке, если там все по пятерке сидят, вот мы на 5 и будем рассчитывать. Ну или на 0. Я вообще ненавижу ниши, где на первой странице по главному ключу меньше 1, меньше 1, меньше 1. Ну что это за ключица вообще, емое. То есть я просто бегу, емое. В основном, это имя должна быть стабильной. Тут еще вопрос в том, насколько стратегия развития товара. То есть я, допустим, сейчас планирую купить товар, который будет продвинуться в Украине. Стратегия развития прописана уже на 4 года вперед, не только Amazon. И сейчас, на данный момент, такого товара на Amazon вообще нет. То есть, ну, соответственно, будут создаваться всевозможные решения для движения, помимо Amazon. Объясни мне. Вот я на данный момент очень часто со многими общаюсь, и я реально того консультирую, все остальное, так же, как себя, стараюсь сломать этих людей. В плане того, что ну, изменить границы восприятия вообще. То есть понимание вообще. То есть человек, приходя, уходя, должен понимать совсем по-другому Amazon. Для меня это очень важно. Потому что мне не важен результат фактически. То есть человек вот успел там месяц там с нами там позанимался и там выбрал товар. Хотя мы все равно с людьми общаемся, естественно, долгое. У нас как бы отношения, группа там и все дела. Но дело не в этом. Для меня важно, чтобы человек понял с другого захода посмотрел. Вот вообще с другой стороны. То есть в этом отношении. И выбор товара для него заключался не то, что... Мне, конечно, некоторые товары выбирают такой, который хотя дома. Образцы сам. Вот, включи там, вот диффузор я на счету. Я знаю, я человек 15 сейчас, знаете, диффузор. Это первая ошибка. Они сделали ресерч январь-февраль. Вот сейчас опасно ресерч делать июнь-июнь мертвые месяца и продается только летний товар. Сейчас вообще мертвяк всего. Сейчас что не посмотришь, вообще ничего не продается. А реально через два месяца только они и будут продаваться. А вот эта вот фигня, надувные круги, они не будут больше продаваться. Или качели там, например. Очень опасно. Январь-февраль, июнь-июнь ресерч делать. И вот очень многие вот этими товарами торгуют. Такое ощущение, они хотели этот образец получить и дома поставить его. И им пользоваться. То есть это была первая причина, основная для запуска товара на Амазоне. То есть это вот эти разговоры. Торгуйте, что вам нравится, в чем вы разбираетесь. Основная масса мы, мы не космонавты, мы тривиальные обычные люди, у которых интересы у всех одни и те же. И торгуем одним и тем же. Но второй момент. Как бы я вот сколько вижу, реально, Амазон такая штука, по крайней мере у меня сейчас представление, что это парадокс. Но надо торговать тем, что продается так. А ты предлагаешь продать абсолютно новые товары, но ты, я так понимаю, уже их проверила. Нам, если это приват, то надо это проверить, привезти 50 штук, несколько козлов, запустить PPC и посмотреть, как людям отреагируют. А у тебя, я так понимаю, уже есть эта история. Соответственно, ты после этой истории уже можешь спокойно закупать. Так что ли? Нет, не совсем так. Скажем так, я очень много времени, вот когда я стала более активно заниматься арбитражом, очень много времени стала уделять американским блогерам, не тем, которые там типа бьюти-блоги или кулинарные блогеры, а вот те, которые про обычную жизнь американскую рассказывают. И у меня есть правило, хотя бы даже, если у меня совсем нет времени, 5 минут в день смотрю что-нибудь про их жизнь. И оказывается, что они не тупые, как многие привыкли думать. Они просто очень свободные люди и они привыкли не заморачиваться. И вот в этих блогах я узнала очень много вещей, которые как бы, я бы никогда, я о них знаю в теории, но я бы никогда про них не пользовался таким. То есть мы там, ну, например, тебе скажу. Корзины, которые, ну не корзины, а такие ящики с разделителями для молока, которые ставят перед входными дверями. Причем это популярно только в некоторых штатах. Но это очень популярный и востребованный товар. У нас это не принято, поэтому я об этом и не думала бы, если бы не смотрела блогеров. Вот так вот, просматривая блогеров, я поняла, какой товар должен быть востребован. Ну, из того, что мы делаем. Ну, прикольно, хорошая идея. Что, нормальная тема, видишь, у тебя... Говорю, подход. У меня подход, я все-таки иду, видимо, как раз это моя ошибка в этом отношении. Ну, как ошибка, я просто говорю, я к Amazon отношусь как к конвейеру. То есть у меня нет такой, знаешь, любви к товару, к моему, вот он, я вокруг него буду сплясать бубном там и, как думать, или там, учиться PPC, как мне же его продвинуть, а коз поднять. Да мне наплевать. Я его запустил, вложил определенные деньги, получил результат. Вижу, что он мне приносит доход такой-такой-такой. Я понимаю, сколько я должен этого вложить, соответственно, или, соответственно, от него избавиться. Все, пошел дальше. Такой вот, ровный, ровный. Можно приходить через адмитраж, то есть, например, сделать ресерч, выбрать товар и договориться с китайцами. У китайцев всегда есть четко лимитированная партия. Ну, как бы, в основном народ говорит, типа, китайцы не хотят продавать меньше, чем там по тысяче штук. На самом деле, это не так. У них, допустим, ну, к примеру, там, в коробке смещается там тысячу-постемь-единиц. То есть, есть какой-то остаток всегда. И просто договариваться с ним о выкупе этих остатков товара, создавать под него листинг, завозить. Мы так заводили товар, то есть, по 50 единиц из Китая все брали и заводили. Да нет, да можно, я не знаю, это не проблема, на самом деле. Вопрос цели и задачи, если у тебя цель именно про мониторинг. Вопрос в том, что ты, когда, да, ты посмотрел, то есть, у тебя товар пошел, завез на подлистинг дальше. Ну, то есть, у нас есть листинг, из которых мы не делаем private label, ну, мы так таскаем товар с Китая на них. Так, хорошо. То есть, нам идет, допустим, 5 ебранаж в день. Статистика. Вот ты набрала таких товаров экспериментальных, которых нет на Амазоне, и это не брендовая, обычная китайщина. Просто, ну, аналог. Да. У меня вопрос такой, какая статистика? 50%, 90%, 30% успешно. Вот ты выбрала товар на свое усмотрение, Смотри, когда я уже выбирала этот товар, я уже хорошо знала нишу, то есть, я уже, как бы, в той нише, с которой я работаю, то есть, я уже в ней 2 года, и я, в принципе, могу посмотреть на товар и сказать, он пойдет в этой нише или нет. Но этот опыт, его невозможно, наверное, передать, потому что это, ну, вот это понимание оттуда. То есть, я уже знаю, ну, опять же, могу привести тебе простой пример, да, диспансеры для мыла и для лосьонов, которые для полоскания рта, в банной комнате. Их, да, все идища видов очень красивых, самых разных. Но, она продается все время одного и того же типа то есть, соответственно, я уже когда выбирала их, то есть, я выбирала, они разные, но они однотипные. И уже я понимала, что это упадет продаж. Что за фигню ты сейчас мне сказала? Что это такое? Даже не пойму, что это за товар, верно. Ну, диспансеры, это такие штуки для мыла жидкого, я не знаю. А, короче, это флаконы, которые ты нажимаешь. Ну, да, жидкое мыло. Но это именно для дома, а не для офисов, не для таких технических помещений, да? Да, это для дома. Ну, вот хорошо, ладно, я тоже понимаю, что точилка для ножов, для ножей, там, открывашки, can opener, или там какой-нибудь там, катер какой-нибудь там, для пиццы, я понимаю, что они продаются, я понимаю, что там, ну, всего 10. Слушай, если бы катеры продавались, их уже там, 4 или 5 человек, по-моему, только у тебя в группе. Ну, ладно, это самое, понимаешь, я не хочу об этом говорить ничего, когда они делали ресерч, они продавались, это такая же ошибка, как у меня, это многие на это внимание обращают, и я когда, я считаю, у меня большой опыт продажи, всю жизнь продажей занимался, но, когда я выбирал свои эти, силиконовые маты и перчатки, супер простой товар, не загонялся, мне было наплевать, как вот, ты, грубо говоря, берешь на тест, я просто брал не 50, а 500 штук, потому что я понимал, что я не пойму, ну, мне негде было поучиться, я шел как бы путем, что я вложил вот эти 2000 долларов, там, потом, в конечном итоге, я ни копейки оттуда не выдернул, еще 1000 наверх накинул, вот, на продвижение разными способами, там, извращался как мог, и ни копейки не вернул свой первый товар, то есть, от своей 3000, честно, на обучение потратил, так что, как бы там ни было, да, и потом эти знания, у меня нет никакой возможности, да, ну, нет, у меня нет, у меня нет никакой возможности, нет, я тоже не рассчитывал, понимаешь, у меня тоже был неожиданный неприятный, самый был, самый был косяк, вот сейчас, кто катер вот эти сливает, и все, кто в Бэйки, ну, точнее, все, кто в Хомэн Китон сидят, они не понимают, что эти продажи начнутся в октябре, просто на эти товары, вот и все, они ресерс делали, январь, февраль, скорее всего, там, а не сейчас, да, и сейчас реально, начиная с ноября, мы не успевали отбуждать заказы, просто начинаем с первого ноября, очень, во-первых, многие, и я в том числе, я думал, что реально, жесть просто, вот если я за первые две недели не запущусь, за месяц, все, пеплом посыпал голову, все, повесился, и привет, на самом деле, вот сейчас анализирую кучу, кучу бестселлеров, посмотрите в Кипе, они по полгода многие запускают, тоже, может быть, не попали в тему, не попали в сезонность, спокойно, спокойно, бам, и сейчас они там в таком шоколаде, что все мечтают об этом, из-за этого не надо спешить, да, я понимаю, что буст Амазон дает, да, я понимаю, надо правильно сделать, очень многие ко мне обращаются, когда у них не получилось, потратили деньги сначала, и потом втройне придется им платить, просто дороже вывести, соответственно, все эти действия повторять по второму кругу, но, опять же, кто не рискует, так скажем, у кого-то получили. Хорошее выражение, если вы считаете, что компетентность стоит дорого, попробуйте некомпетентность, она у вас уже становится дороже. Ну, понимаешь, это именно риск, я считаю, то есть у многих получается, я вижу, что многие считают, что у них получилось, то есть, может быть, был бы лучше, а может быть, это вообще, я считаю, это дело каждого, это нормально. Слушай, проблема в том, что народ хочет быстрых денег на Амазоне, быстрых денег все равно нет. Не важно, дроп, либо арбитраж, либо private label, все нужно выстраивать. Даже если говорить о дропе, я вот с людьми общаюсь, я уже давно, ну, как бы сама сейчас не занимаюсь дропом. буквально вот на море выставила несколько товаров, потому что Амазон сидел на моей листинге, скажем так, для поддержания штанов. А если, вот с людьми общаюсь, как бы в основном, кто занимается дропом, и многие вот арбитражники, магазины, китайская барахолка, где продается все на свете. И это огромный минус, потому что, во-первых, нет понимания, какой это конкретной нише, во-вторых, я вот у людей спрашивала, у меня, допустим, в моем магазине, покупают, ну, это очень редко, когда покупают одну единицу товара. То есть, за одну продавку, как правило, человек кладет в корзинку 3-4 товара, понимаешь, потому что у меня очень неудачный магазин. Ну, то есть, о чем, получается, они так хорошо переходят в свой самый магазин, получается, то есть, они смотрят, что этот продавец продает и смотрят там еще? Да, да, и у меня, я же говорю, вот за одну покупку 3-4 товара человек кладет в корзинку, чего, ну, я не слышала такого от людей, у которых магазин они не знали, что вообще такое бывает. Ну, да, я по статичке тоже в первый раз слышу, потому что на привате я мало людей знаю, у кого, ну, сотни товаров я вообще никого не знаю, я слышал о таких, что там люди за тот год там запустили там кто-то полторы тысяч товаров, кто-то там сотни товаров, но я лично таких не знаю, я знаю там не больше 10 товаров, то есть, люди, которые, все остальные, магнаты где-то там далеко, вот, на наш уровень опускаются, вот, из-за этого я такого опыта не имею, но опять, я логику я понимаю, фиг его знает, там с этим байбоксом, блин, не разберешься, куда там зайти, но я говорю, я не являюсь пользователем Амазона, и за это для меня он, мне на полбало проще работать, чем это самое, чем с Амазоном, я не знаю, они как-то вот, блин, мне кажется, нормально туда продавца посадить, можно спокойно наладить все, вот мне так кажется, ну, если настолько подурак, вот, многие интерфейсы, вообще-то, вот эти категории, вот это вот куча всего, я, наверное, много чего не знаю, я не понимаю, может быть, я люблю просто все по полку, все четко, то есть, мне должно быть там, на столе все убрано, там ручки тут лежат, спина, все по полку, а когда на Амазоне, оно все такое структурированное, вроде все нормально, много вещей, которые прикольно, нормально, не спорю, но очень много вещей, просто для меня каких-то бредовок, вообще, то есть, как будто, я не знаю, вот реально роботы, которые ездят по этому, по складу, они как будто и программы пишут одновременно, потому что это нельзя программисту допускать к продажу, то есть, они программисты, у них свой мозг по-своему, они там как-то все вот это генерируют, и получается, что-то такое непонятное, я-мое, только понятно для них, то есть, с их точки, может быть, в этом отношении проблема, не знаю, ладно, понятно, прикольно, интересно, дробь, конечно, такая вещь, я-мое, сейчас народ, это самое, давай, что там, по вопросам, может, что-нибудь интересное, так что, по продажам, по продажам сезонных товаров, имейте в виду, июнь, июль, август, мертвя, вот, не факт, что в августе вообще что-то проявится, а там, в сентябре как получится, и вот потихонечку, потихонечку идет, и действительно, октябрь, ноябрь можно реально распродать, куча народа вернули свои деньги, я, отчасти, запустился 1 июля, у меня как раз год на Амазоне был, недавно, вот, такого активного действия, сам я с января этим зацепился, в июле запустился, вот, и я торопился, реально, я на PPC там, два дня там, я каждый час сидишь там, ну, то есть, такой вот, в таком состоянии, как на этом, как на этом сидеть, на, как его называют, на Форексе, то же самое, там все эти хаджейстики, сидишь там вот это, это нельзя, я-мое, просто посидеешь, это не то, и здесь то же самое, вот, это именно тропыничество, и за это, если у вас есть задача слить, вернуть деньги, в принципе, ну, по-моему, я бы тоже, ну, сказала, что стоит сдать ноября, потому что, в ноябре мы реально не успевали отгружать, ну, то есть продажи, продавалось все, так, вот, тогда вопрос, у меня пришла как раз идея, я вспомнил, первый вопрос по поводу помощи, по поводу отзывов, и второй вопрос, естественно, вот по сливу товаров, может какую-то группу организовать, может она есть, мне что-то Паша рассказывал, вроде есть такая группа, ну, как-то какой-то конкретики такого, чтобы человек пришел, сказал, ребят, вот у вас есть что слить, вот, вот есть, грубо говоря, люди, которые готовы, там, я не знаю, с такой, там, бонус, роялти, грубо говоря, забрать, или как-то так же дропить с вашего товара, например, то есть он у вас висит, там, грубо говоря, и выйти туда сливать, ну, то есть просто, может быть, какое-то в этом направлении объединить все-таки направление дропа и привата, потому что, ну, все бывает, люди ошибаются, вот я тебе могу честно сказать. Ты понимаешь, есть проблема в том, что я очень много вижу, вот, я поначалу писала о PMB, то есть, когда вот человек выкладывал распродам складки, попишите, кому интересно, она вставила плюсик, чтобы мне, ну, то есть тоже написали, показали товар. Я очень много, я, наверное, две недели вообще не спала ночами, после того, меня забанили, я вычитывала все, что могла про патенты и как их вычитывать правильно. ну, то есть, сейчас я вижу в группе очень много запатентованных товаров, народ пишет просто, типа, нет времени заниматься, там, ну, всякую лабуду, не важно. На самом деле, там товары под патентом, понимаешь, и, ну, я не знаю, как это, ну, на их совести, но тот, кто выкупит этот товар для Амазона, то есть, нужно для ebay, для ebay, обратись к Олегу Белоногом, у него есть группа ebayщиков, и вполне можно давать ebayщикам на дров, коль уж товар все равно на эфире. Ну, это, короче, надо с ним разговаривать просто, как это вообще формат, объединить, то есть, и там, хоть и дать группу, у меня есть американская группа, где сидят, сидит народ тоже, который, кто-то сливает товары, кто-то выкупает эти товары. Ну да, да, то есть, в любом случае, вариант раскидал на все группы, кто купит, просто реально, кто здесь есть, дураков нет. Ну, я понимаю, конечно, на лоха, без лоха и жизнь там, и так далее, вот, не хочется об этом говорить, но просто, когда вот это вот пишется, меня сразу отталкивает, мне даже неинтересно смотреть, мне заниматься некогда, я там пипец как занят, ну, конечно, я имею в виду, прям вот одни дебилы, я имею в виду, я не знаю, ну, понятно, там в персе, понятно, товар не пошел, я слышал там, люди скупают, вот я честно могу сказать, даже есть возможность, есть люди, которые можно там запускать, но я не вижу смысла, а еще, я без аккаунта продаю, я без этого, но за какую цену, есть люди реально ко мне обращались, за баню вот этого человека, он реально людей обманывает, я бизнес продаю, привез на Амазон, обосрался, он бизнес продает, еще и по цене, там чуть ли не сразу с маржой, знаешь, ну, то есть, ну, а сейчас, да, даже спиннеры пытаются продавать по 2-2 доллара, ну, не прессуют доллар, или нет, полтора доллара, да, Амазон, конечно, тоже не хорошо, да, я могу, не про там слайд, согласен, а по отзывам, что скажешь, по товару, я понял, ну, тогда потом поговорим, я сейчас уже сама дропом не занимаюсь, поэтому, то есть, вроде бы тема реальная, ну, мне нечего, я читала эту ветку, ну, ничего не сказать, поэтому полно, понял, сама я, как бы, этим не промышляла, потому что по отзывам, сейчас, на данный момент, когда занимаешься дропом и арбитражом, твоя основная цель, получить отзывы на продавца, то есть, тебе не так интересны отзывы на товар, понятно, не, ну, это понятно, что тебе не интересно, ты получаешь товар, тебе же человек будет на халяву, практически товар отдавать, там покупает, там покупает, нет, а маска, интересно, просто, я ее для себя, допустим, не рассматриваю, потому что я уже не могу разорваться на тысячи хомячков, я запускаю жпы, поэтому, понятно, что по товару, думаю, что интересно вообще, короче, да, может кто-нибудь откликнется, просто, помимо Алены, потому что я, что могу, то дело, вот, в любом случае, ну, все нельзя делать, я специально группа разделил, есть группа, прям, дропшиперов, именно дропшиперов сидят, вот, им эта тема должна быть очень интересной, я же говорю, что тебе возможно, даже пригласи Олега на лайв, ну, ты когда нас соедини, ты с ним нас соедини, и мы пообщаемся, и все, я с удовольствием, хорошо, я вас в скайпе познакомлю, да, так, ну, вопросов нет, короче, там, заморит, темнеет, по поводу того, что, Антон, я вложил пять, вынул полторы, не знаю, с прибыли полторы, или всего полторы вернули, дело не в конечном результате, то есть, у меня не было цели перепродать один товар, и получить с него навар, а я хотел все-таки как-то бизнес построить, и получить реально знание, чтобы можно было вкладывать другие деньги, вот, и получается вот так вот, то есть, я, например, обучением, вот этим, консультациями занялся вообще, не благодаря, а вопреки, случайно, мне, я, вот, если мне сказали кто-нибудь в августе, в июне, что я кого-то, чему-то там учить буду, у меня даже в голове такого не было, вот, просто весь смысл, что получилось именно так, ну, какая-то есть, я могу сказать, у нас по консультациям там, ну, просто не очень много людей, мягко говоря, то есть, у нас нет такой заточки, что мы тут, я не знаю, обучением занимаемся, у нас там десяток человек, и то, ладно, ну, вот, ну, есть нас, консультировать, только из-за бана, пока меня не забанили, если помочь, я даже с фитбуками особо не общалась, консультировать, консультировать, я говорю, людей просто, это сам, есть своя специфика, вот, из-за этого тут это время, из-за этого есть видеокартинки, видео с картинками, а есть, соответственно, реальные люди, вот, реальные люди должны стоить намного дороже, время намного дороже, со временем это будет более ценно, когда, ну, просто время придет свое, само по себе, или, или просто, так скажем, у людей ценно, время будет больше, у меня есть свободное время, я могу себе позволить, не будет, я, к сожалению, лайвы не смогу два раза в неделю проводить, может быть, пос tells you a какой-нибудь помощником, будут помощники рассказывать, Может потом помощник помощника А может вообще все это накроется Нужным тазом, ема И все Так что надо работать, ема И прибыль на самом деле не самоценна на старте На старте были чуть другие задачи Было неприятно, конечно У меня аж прям это Тих нервный у меня был, ема Просто я не понимал, как такое может быть, что у меня не получится То есть там ничего такого нет Просто есть свои нюансы и специфика Вот Которые, в принципе, человек с улицы не может понять Из-за этого его надо направить Пнуть в нужном направлении И по рукам ударить, когда он что-то не так делает И основное это просто вот Чтобы не ушел вправо и влево Вот и все Просто вот я говорю, я вот реально не дроп, не онлайн Вообще не понимаю То есть по нишам Это как раз когда я рассматривал дроп Мне было он интересен, дискуссионно С вниманием большого количества товара То есть вытаскивать оттуда какие-то вот эти вот Уже продаваемые товары и пытаться их продвинуть Но в любом случае Надо еще уметь лисинг двигать То есть без этого никак Из-за этого вот мы начали в последнее время писать Лисинги там и все остальное Почему? Потому что Ну без лисинга ничего не сделаешь А не каждого человека я успеваю научить Обучить, как написать лисинг Потому что... Сейчас обозвон по лисингам упростил задачу Мне сейчас человек сказал У него, например, 250 во всех буллетах Ой, во всех этих серфтермах Всего 250 Я говорю, а я вот мой товар сейчас мы продаем Мы его запустили две недели назад Мы как раз в нашей группе по обучению Отчитываемся каждую неделю То есть они все знают наш товар Мы его выбрали с нуля Там, я не знаю, три месяца назад Никак он нас доехать не мог Приехал в Америку, вернули назад Короче, вот такие вот обучатели Но вернули назад, потому что дебильные китайцы У нас менеджер поменялся в последний момент И мы ему сказали У нас на 300 было товар И мы сказали, напиши 2600 Ну он, естественно, забыл У нас приехал он в Америку Потом вернулся в Китай Потом в Китай полежал Я поехал опять в Америку Короче, длинная история была И вот сейчас на каждую неделю отчитываемся Показываем там, какие ситуации И делаем запуски То есть делаем все вот эти вот ухищрения Такие вот с обычным товаром Показываем Вот, и здесь вот как раз Вот обмениваемся в этом направлении опытом Потому что разные-разные моменты У разного товара Разные истории Слушай, ну у меня вот на арбитаже Практически, ну там, процентов 90 листингов Это те, которые я создавала И те, которые я делала последнее время на коленке Грубо говоря, ну, в общем, так, насквы Они индексируются на 100% А те, которые... Ну, у меня сейчас, я забыл сказать И по качественной, и хорошей Они там индексируются процентов на 30 У человека 250 То есть, только вот просто 250 символов Категория Одежда Вот, 250 символов Все Bullet, она говорит, не индексируется полностью Я говорю, но у вас по-любому обрезали, наверное, еще жестче Вот, у меня Я прямо открываю этот лисинг Без проблем А у меня в лисинге сколько там Ну, символов Ну, значит, категория зависит Да, да, категория зависит Конечно, из-за этого, говорю, мы вот часто очень здесь бывают Какие-то распри, что-то там спорят Ну и реально, реально Каждый товар Индивидуально по-разному Вот, и у кого-то так работает, у кого-то не работает Нечего голову себе забивать Bullet, и я и так, сто лет назад уже Bullet для меня Это пуля Bullet должен Вот так просто визуально Мы должны, вот когда читать Сразу видеть главное преимущество этого товара На что мы делаем упор Вот И за это я всегда их делал короткие Они меня всегда индексировали И вот мне хоть там Хоть треснем Мне миллион раз рассказывали Есть товары простые Есть сложные Вот я сложный товар У меня аж там 3,5 строчки написаны Ну, я не знаю С тем газетам мне неинтересно Это значит, человек не может Лаконично объяснить преимущество этого товара Для меня это так И я не верю в продаваемый текст Когда мне вот это Fiver Fiver, основная масса Fiver Мы должны им дать, оказывается, кейворды И они кейворды плетут в текст Это ничего не стоит Вся работа с кейвордами 70% значимости это кейворды Если мы не понимаем, как их найти Какие мы кейворды им дадим То есть человек не знает, как листинги писать Но кейворды знает Ну, это вообще смех какой Ну, вот И за это надо делать полностью листинги И кейворды, и все прорабатывать Ну, вот И Слушай, ну, вот я когда выбирала Нейминг для private label То Ну, как бы Ну, собрали там группу американцев Сделали опрос То есть показали локатив Показали нейминг Сделали опрос При этом каждый Последующий не знал, что отвечают предыдущие И на удивление Они выбрали себе Не то, что как бы нравилось Нам И Взяли это слово Точно так же вот происходит Иногда С С Текстом На логотип На смазывание И так далее То есть Во-первых А ты где потенку проверяешь? Какого юриста? Что-то Ты у юристов У наших Я проверяла Я проверяла здесь у своего юриста Но в целом Буду торговую марку Регистрировать через Андрея Матяша Матяш, не знаю, как правильно Ну я понял Не, ну я просто На данный момент Как бы С ним Не сотрудничать Просто общались Так же Он там Консультирует То есть Приходить Если что То есть И я еще работаю с другим человеком Ну у него хорошие цены вроде бы Ну я с другим человеком работаю Не столь важно Я с Александром работаю Вот Дело не в этом Дело в том, что Ну надо понимать Есть много всяких моментов Связанных с тем, что Торговую марку можно проверить На момент проверки И она может вылезти Как айсберг из океана В любом другом месте Это тоже надо И патенту Потому что 100% гарантии нет Я тебе могу свою историю рассказать Я тоже всем рассказываю Надо вот так, так, так Мы сделали Товар Вот как раз Мы сейчас которым Торгуем Вот именно по обучению группы Хотели все сделать как правильно Я убил две недели И мне этот юрист Не подтвердил ни одного слова Потому что Здесь такие риски Здесь по смыслу Здесь семантическое ядро А здесь вот так В конечном итоге Он говорит Самое оптимальное Делать синтетические слова А если еще и в ассоциациях Это будет соответствовать Твоему товару То это вообще супер Я говорю Ну вообще Объяснила тебе Ну вот у меня синтетическое слово Ну вот у меня синтетическое слово Которого нигде нет Ну мне сказано два Потому что вероятность того Что придет возврат Очень высокая Одно слово Практически нереально Зарегистрировать Скорее всего Вот я тебе могу Заведомо сказать Ну будем посмотреть Потому что я очень хочется Это слово Я ему говорю Вот слово классное Он говорит Все вообще Супер бомба Давай еще одно Я говорю Ты убийца маркетологов Я говорю Что ж у меня за бренд Такой будет Убогий С такими словами И ему не понравилось Ни офис Ну то есть Вот это вот Например слово Потом там офис Там какие-нибудь такие Знаешь такие слова Он говорит Это ничего не подходит А вот надо еще Такое синтетическое Я не придумал Вот чтобы это красиво звучало Я две недели Убил на эту фигню Я плюнул просто Мы оставили Что есть И я решил так Мы вот это продвинем Если все нормально И мы сверху Сверху Напишем уже Этот торговый марк Вот и все То есть вот идея такая Ну это когда Вот продажи будут То есть я уже захочу Реально в этот товар Вложиться По серьезному И именно нишу Эту продвигать Я уже придумал Какой-нибудь Крупенбуш Там какую-нибудь херню Вот такой вот длины 50 символов Чтобы это Запоминалось Вот Ну просто реально С юристами Разговорить невозможно Что с программистами Что с юристами Им что не дают Там же какая ситуация Понимаешь Там нельзя просто Бабки заплатить Сказать я хочу Он просто С себя деньги берет За подачу документов И госпошлины И все И больше он Ну ничего нет И соответственно Вот у меня человек Который первый Например Любомир об этом рассказывал Ну что И вот так вот Он мне вчера отписался Его отбредил То есть он дал Но он не смог проверить Парговую марку То есть он тоже Туда-сюда Но не смог Ему отказали Он говорит Я сейчас адвоката нанимаю В Америке Чтобы То есть Не так все просто Ну да Там же объекции Можно писать Да Он мне говорит Похожий бренд Находится В другом классе Ну короче Начал меня лечить Я как-то Ну вообще Если в другом классе То по объекции Должны его Ну вот он адвоката Нанимает За это Я так понял Просто много Всяких моментов И многие Вообще технически Не понимают И за это Пытаешься Рассказать Так Значит Мы с тобой Плавно перешли В фонарь лейбл А вообще Цель была О том Чтобы А я ничего не знаю Ты расскажешь Хорошо Сейчас вопрос Хороший формат Лайва Два ведущих Два разных подхода Не стоит Правитам смотреть На дорогие С высока На дропов С высока И наоборот Сегодня захотел Дропить Не потому что Алена Классная Потому что Хорошо рассказала Там у них Так интересно Сложно Да Ну в любом случае Да Я не могу сказать Я могу сказать Что Они наши конкуренты Мы их будем давить Как только сможем Я думаю Чего тут такого Я не знаю На самом деле Дроперы А мне конкуренты Вообще Но если говорить О реальных Дроперах Согласен Смотри Я когда занималась Дропом Торговала Только товарами Которые Имеют Какой-то бренд И которые Продаются в Америке И производятся В Америке То есть Я не брала Китайский Какой-то товар Понимаешь То есть И Как я могу Допустим Теперь Либо кому-то Из группы СНГ Стать конкурентом Нет Не конкретно Про тебя Я говорю Конкретно Про человека Который Прицепился На Амулисин Он или Бесталковый Или еще какой-то Я там Наляпал Свою эту Наклейку За цент Я хочу Чтобы никто Меня не трогал Вот Я так продавать Не могу Тут еще Кто-то Прилепился Еще Людям нравится Когда Твои фото И все остальное Убогого товара Ты ничего не продаешь А он уже на ebay Там 10 человек Продает Кстати Хотела сказать Аккуратнее Там Жалобами В плане Была такая история Я ее описывала В другой группе Которая по-моему Не писала Значит Чувак ко мне Прицепился Чтобы я ушла Я завязала товар На арбитраж Он ко мне Прицепился Что мы Типа Тут Зарегистрированы На Амазоне Пожалуйста Покиньте наш лист Это моя корова Мы ее и доем Да Я ничего не ответила Я сразу же написала В Амазон Я говорю Ну вот Так и так А я перед тем Как завозить этот товар Это был новый Абсолютный ресурс Который я выбрала Я спрашивала Амазон Могу ли я отсюда Вобрать товар В случае чего Воси подойдут Либо нет И Амазон мне ответил Да Все в порядке Можно брать отсюда В товар И тут мне приходит Это письмо И я пишу В саппорт Амазона Я говорю Ну как так Человек теперь Хоть чтобы Я ушла с листинга А я завезла уже товар И я же вас Предварительно спрашивала И они мне сказали Типа их игнорируйте Проходит значит Еще там Ну там Неделя прошла Повторяю значит Они делают Выкул товара И Амазон закрывает Меня с листинга С формулировкой Типа несоответствия Я в этот же день Отправляю инвеси И открываю диспут В общем По итогам разбирательства Меня возвращают на листинг А этот продавец Куда-то пропал То есть я так понимаю Что его потом Ну то есть Как бы получается Проверили в меня Они пошли проверять его И непонятно Что у него было с документами По итогу Потому что он вообще Пропал с Амазона А я думал А я думал За аферизм За эту мою схему Наказали За мою схему Я думал Наказали Нет Ну я не знаю Ну то есть Я так понимаю Что его Амазон забанил И я к тому Что если То есть не уверен В своих документах Правовах И так далее Не стоит Катать обузы На других продавцов У меня вот есть человек У него у человека Был бренд регистри По старому сделанный Соответственно Приват лейбл Все дела На него какой-то негодяй Написал Что вы торгуете подделкой Его забанили Вот как Вот что Вот в этой ситуации Ну как Диспут открывать Открывал У него 2 или 3 У него 2 или 3 Эти штуки было Ему уже закрыли Даже возможность Вот эти Ну как это Штука называется Написал Апелляция Апелляция Да И он конечно Это с юристом Они писали То есть он Это кабель Нанял И они с ним писали И в конечном итоге Его разбанили Когда он написал Безису Наверное там Как обычно И в том случае Когда они уже Представили еще документ Что они подали Торговую марку На регистрацию в Америке Только вот после этого Его разбанили Это как Вот как это понять Я просто не могу понять Честно могу сказать Слушай Ну Вот буквально Там пару месяцев назад Вот этот вот Отдел диспута Стал более-менее Цивилизованно работать Потому что до этого Допустим Ну даже буквально Еще полгода назад То есть если бы На меня накатали Такую жалобу Это был бы просто Бан Без Без распирательств особо Ну короче На Амазон Что-то там все равно Было бы все равно Менять Сейчас уже Отдел диспута Стал нормально Адекватно работать И в случае каких-то там Бакуф Можно туда им писать Они адекватно Достаточно быстро Реагируют Отвечают Наверное у него Просто эта ситуация Произошла Ну Не совсем не так Ну примерно Вот так вот Тоже где-то Два месяца Как раз Примерно В таких Насколько я помню Два-три Может больше Может три месяца Ну а Амазон Вообще Странный зверек Потому что Есть много Ситуаций Когда Например С этими Метриками То есть Пример Это проблема Дропшиперов Бывает Когда Клиент Предоставляет Неправильный адрес Ты не можешь Отправить Потому что Адрес неправильный Пишешь А при этом Если ты отменишь Заказ У тебя страдают Метрики Ты пишешь Амазон Что так и так Чего делать Они говорят Ну вы отправьте А если товар Вернется То Ну как бы Потом Все нормально А ты понимаешь Что ты не можешь Отправить товар Который стоит 100 долларов На деревню дедушки И если он не вернется То в случае чего Кто за него Прогибует А если ты отменяешь Заказ Они не хотят Раньше Можно было им писать И они фиксили Метрики вручную То сейчас Они как бы говорят Но это происходит Автоматически То есть Естественно Здесь Продавец не виноват Мне это тоже Каждый раз Я думаю Вот с этими Всеми делами Туда-сюда Мы на Амазоне Закупаем товар Нам вернуть Кто угодно А вы где закупаете Вы что там Вернуть не можете Так же спокойно Нет Я могу его вернуть К примеру Я отправляю По неправильному адресу То есть Посылку оставляют После дверей И я потом Должна сделать Клиенту рефанд Так как он Не получит товар Кто вернет Мне деньги за посылку То есть Посылку-то Никто не вернет Прикольно Понимаешь И вот Я очень много Читаю На всяких Американских форумах Там и так далее То народ Есть реально Американские форумы И Не подумают Что я российский Или как-то Объезде отношусь Но там в основном Мне Раписуются Там есть целая схема Как на Амазоне Зарабатывать Ну это понятно Там есть целые форумы Которые Как обмануют Это понятно И с купонами Такая же тема была Так Вопрос есть от Антона По онлайн арбитражу Вы всегда Спрашиваете Амазон Можно ли Покупать У какого-то Поставщика Чтобы Инвойсы приняли Так Еще раз Зарабатываю Какой тут По онлайн арбитражу Антон спрашивает Вы всегда Спрашиваете Амазон Можно ли Покупать У такого-то Поставщика Сайта Чтобы Инвойсы Приняли Но если это Новый ресурс Да Так надежнее Потому что История будет Пределить Хотя до Амазона Можно хотя бы Разговаривать Правильно Что-что История переписки В любом случае Будет Ну на самом деле Когда уже потом Если в случае Каких-то Бокуп Ты прикрепляешь Кейс То они говорят Ну сори Типа Но так как бы Надежнее В принципе Сейчас вот Какая ситуация Произошла на Амазоне Во многих Открытых категориях Произошло закрытие Достаточно известных брендов То есть На них поставили гейты И Если в большинстве случаев В принципе Для того чтобы открыть гейт Они там просят Доставить Ну по-разному Там 3, 2, 1 Инвойс Либо просто письмо от тренда То Появились такие гейты Которые невозможно пройти И Вот Это то что я хотела Сейчас сказать вначале Для народа Чтобы были Аккуратно С Лисерами Ноунейм Там Дженерик И так далее Я видела На таких листингах Допустим В Америке Есть такой популярный бренд Интердизайн То есть Он сейчас поставил От Амазона Затребовал гейт Хотя до этого То есть Ему можно было Свободно торговать Сейчас Там стоит гейт Который невозможно пройти Никак Но я видела Листинги На которых продается Интердизайн И там Не указан этот бренд И все это Хорошо Очень хорошая маржа Но до поры до времени То есть Если словят То это все Там невозможно Будут отвергаться Никакими инвойсами У меня еще вопрос Вот сейчас От Антона Еще один вопрос Принимают ли они Не инвойс А квитанцию Сайты Которые на почту Присылают Квитанцию Которые на почту Слушай Амазон Каждый раз Принимает Все по-разному И опять же Сама не делала Но общалась с человеком Которая Она вообще Отправляла в Амазон Наши накладные Писала Что нужно В них Ставила печать И отправляла Говорит Проканывала Я Честно говоря Не знаю Но то есть У Амазона Есть определенные Требования к инвойсу Там должно быть Слово Инвойс Указано Должна быть Вся информация Компании Которая Доставляет И вся информация Соответственно О селлере Да И синяя печать Обязательный Если Речь идет Просто о шиппинг-листе Который идет Вместе с посылкой То это не пройдет Короче И синяя печать Наверное Еще Которая пацанов За 500 рублей Стоит Еще раз Скажи И синяя печать Говорю еще Нет Нет Практически Никогда Не бывает Печати Они просто На предменных Бланках И у них Есть номер По которому Соответственно Опять же Кто запустил Мульку Что Амазон Не принимает Инвойс Волмарта Амазон Принимает Инвойс Волмарта Другой вопрос Что от Волмарта Очень сложно Получить Инвойс Потому что Они предлагают Распечатать Я не помню Как он правильно Называется Лист сопровождения С кабинета Это Не то что Надо А вот Реально Получить Инвойс От Волмарта Ну то есть Можно Но Обычно На это Уходит Две Три Недели Ежедневной Долбежки О том Что Вышли Мне Инвойс Не надо Понятно У меня такой вопрос Многих людей Забанивали Особенно В начале Того Года Просто Не Был Бренд Регистр И так Далее Ну Неважно Смысл В том Что Сейчас На данный Момент Я думаю Все знают Что нельзя В листинге Писать Там Всякие Бренд Айфоны Эппл Я не знаю Эппл Вообще А так Много Вообще Нельзя Бренды Писать Ни в серстер Потому что Есть роботы Которые Дергают Все Это Дело Ни Естественно В Титлы Буллитов Дескрипшн Но Зайдя В какие Нибудь Там Не помню Какая Нишка Ручумные Часы Например Там Только Или провода Для айфон То есть Я от них Слышу Нас забанили Мы Прицепились К лисингу Один лисинг Забанили Всех Дропов Дропшиперов Которые Прицепились К этому лисину 53 человека А Другой стороны Я не понимаю Вот реально Умные часы Зайдите Я не знаю Полгода назад Я там ковырялся Там вот один айфон Айфон Самсунг Айфон Самсунг Айфон Как это Я не могу понять Слушай Ну Во-первых Амазон Не запрещает Указывать название Бренда Если ты к нему Соотносишься То есть Если ты продаешь Чехол для айфона То у тебя Может быть указан Айфон Другой вопрос Если ты продаешь Чехол для самсунга А параллельно Пишешь слово А какой смысл Я чуть не пойму Ну Смысл есть Народ так делает Ну Грубо говоря Продавая зеленые носки Народ пишет Красный, синий, оранжевый И так далее Это да Но носки-то на ногу Подойдут Носки-то на ногу Подойдут А чехол для самсунга Для айфона Не подойдет Никак Ну Тем не менее Народ так пишет Для того чтобы Там Ну То есть Я реально вижу Такие листники И я думаю Что если ты посмотришь То есть Они есть Когда там Те же умные часы Там Чего только не напихано Ну да Я не знаю Я просто говорю Некоторые моменты Я не понимаю Здесь человек все просит На 10-15 тысяч Посоветовать ему товар Поймите одно Но это не серьезно Просто Это вот Во-первых Сейчас вам посоветуют Это увидят 2000 человек Минимум А то и больше Вот Это первый момент Это уже товар будет неактуален А второе Товар для всех Вот реально Перед новым годом Я не знаю Ну то есть Это то что мы Вообще Перед новым годом Не успевали Отружать и продавать Это всякие Искусственные елки Такой вот Он продает За хорошо Только один месяц Но улетает Я не знаю Наверное Потому что торговать Все СНГ И будут успешно Ну вот Видите Ну просто Это несерьезный вопрос И серьезно На него ответить нельзя Это такой товар Вот на один месяц Да Не то что нам жалко товары Во-первых Это работа То есть Под каждый человек Должна быть определенная работа Под каждый сезон Должна быть работа Под старт Когда вы собираетесь Что там Сколько микромоментов Из которых складывается Конечный результат И то не гарантированно И не обязательно Под 10-15 тысяч долларов Брать один товар Можно спокойно Спокойно взять Два товара Даже три товара взять Я могу сказать Я сейчас один товар Три товара везу Мне они не нравятся Мне ниша очень нравится Но товары не нравятся Вот И Мы потратили На три комплекта Дешевых товаров Там Я не знаю Три тысячи долларов Нам всего это выйдет Три товара Почему обязательно 10-15 тысяч долларов Дело не в этом У вас какие Может вы там Вообще первый раз Амазоне только Из-за этого У вас одни будут задачи А если вы уже там Зубы Вы соответственно Просто линейку расширяете У вас другие будут задачи Из-за этого надо По-разному к этому подходить И нас сразу вкидывать Там А если например У вас пакет инвестиций Например 500 тысяч долларов Для вас 10-15 тысяч Как там Для обычного человека 150 например долларов И вы соответственно Рассматриваете Это именно как тест Тогда да А если у вас это последний Например Или там У вас там Инвестиционный пакет 30-40 тысяч долларов Зачем там 50 процентов 30 процентов На это тратить Ну вот из-за этого Надо человека понять Надо с ним работать Очень долго И чтобы он понял И потом Он не будет этих вопросов Задавать Ну мне так Я бы на самом деле Посоветовала Задать себе вопрос И ответить на него Что я хочу от Амазона Это бизнес Или самозанятость Если речь идет о самозанятости Ну то есть Саморабота Назовем Что вопрос на деньги Приносила каждый месяц Работаешь Деньги То это один момент А если допустим Выстраивать бизнес Опять же Не важно какая модель Это будет Дроп Арбитраж Либо Правит лейбл Ну то есть Нужно понимать Что это Долгосрочные перспективы И здесь Нет такой кнопки Бабло Ни в одной из этих моделей Все Согласен И нельзя ориентироваться На том Что я хочу зарабатывать 10 тысяч Или 20 тысяч Вопрос в том Какая моя конечная цель Да Так Скажите так Владимир спрашивает Скажите Как такое может быть Товар Онлайн арбитраж Меня постоянно выкидывают Из лейсинга На выполнение На выполнение Продавцом И пишет Что Не совпадает И с каю Я смотрю А он меняется Это Что владелец Лейсинга Делает Или кто И как бороться К этому вопросу Опять же Это тот момент Когда надо Открывать диспут Но Есть еще Другая проблема Вот допустим Арбитража Везешь товар Допустим На лейсинг Ну почему я не люблю Чужие лейсинги А владелец Лейсинга В принципе Может делать Все что угодно Довезешь товар На лейсинг Это реальная ситуация Была у девочки Которая у меня училась Она значит Везла товар На лейсинг Привезла А Мазун Поставил на этот товар Гейт То есть И теперь С нее там требуют Куча сопроводительных документов Хотя в тот момент Когда она задавала ошибки То есть Еще гейта не было Возможности Распродаться Ей не дали То есть У нее Ну так Товар В подвешенном состоянии Висит Потом Другая ситуация Везешь товар На листинге Стоит одна единица Товара Пока он доехал до Амазона Он уже запакован Он уже доехал И вдруг на листинге Все меняется По этой же цене Уже продается Две единицы И вопрос не в том Что ты вроде бы И влазишь в цену Но вопрос в том Что у тебя товар По одной единице И его нужно Отзывать со склада Перепаковывать И пробовали Обращаться в САП То есть Кейсом Что Изначально на листинге Была одна единица Товар завез Одну единицу А теперь там Стал вдруг сет Что делать На что Амазон ответил Что это свободный рынок Поэтому Каждый как хочет Ну да Из-за этого Здесь В идеале Какой-то получается У нас сборная солянка От привата лейбла Нужно умение Продвигать листинг Соответственно Его затачивать От дропа Грубо говоря От всего остального Уже брать такие товары Которые Именно не приват лейблские Не свои А именно чужие Так Ну для тех Кто допустим Занимается дропом Я бы все-таки Рекомендовала Брать товары Не на ИП И не брать Вот всякое Китайское Говнище А все-таки Работать с официальными Источниками Высший пилотаж Это находить Маленькие компании Это реально делать То есть у меня были Такие Ну когда я занималась дропом У меня были Юридические Какие там То есть находить Маленькие компании Которые согласны На эту схему Дропшипа Когда ты не паришься То есть у тебя есть клиент Ты его отдал Они все за тебя Отгрузили Все сделали Ты получил разницу Это выше пилотаж дропа Ну то есть он самый сложный Потому что очень много Времени уходит на переписки И так далее Скажи Юридические Юридические какие документы Это может человек Просто из России Они просто пишут тебе письмо Вопрос в том Что если есть письмо От официального бланка И Amazon в случае Предъявует То есть тогда ты можешь Написать в Amazon Что я работаю По схеме дропшиппинга Когда запросили инвойс И дать официальное письмо От этих людей То есть Amazon Имеет возможность Сюда позвонить И подтвердить Что информация Так как ты это предоставил Это очень маленькие Такие компании Ну как типа ЧП у нас Вот есть такие вот В Америке И они С удовольствием Работают по такой системе Понятно Есть более простой способ Это брать товар От официалов То есть От различных официальных Ритейлеров Потому что В случае чего Ну я же это говорила Вначале Что В случае чего Если Amazon Предъявит какие-то претензии То хотя бы Можно купить Инвойс поддельный Понятно А тот товар Этот работается на ebay Ну как бы Там сложно А ты ebay Уже надо шлепать Что-что А ты ebay Надо просто Инвойсы шлепать И все Сделать за них Официально ebay Да Убойсы К сожалению Не примут Не примут Просто Сверху ebay Написано Инвойс И не печаль Ну амазон Вообще Как бы Не переваривает ebay Понял Лучше даже Не зайкаться О том Что я дропаю cbay То есть Они короче Конкуренты Они недолюбливают Просто То есть У них это Предвзято Ну а не конкуренты Как бы Хотя Вот Опять же Говорить О том Что такое Амазон И если говорить О богосрочном Развитии То На сегодняшний день Амазон Обладает Самым большим Трафиком Товарным То есть Они в том году Обогнали Google По запросу Товарным По товарным Запросам И это Мне кажется Шикарная Самая Площадка Для того Чтобы Прокручивать Деньги С прибыльностью Ладно Про рекламиров Амазон Заплатить Бо им За это Еще Ладно Я говорю Прорекламировали Амазон Так Здесь у нас Вопрос С американскими Картами Что людям Посоветовать Все-таки Кто там С Walmart Американские Карты Но не принимают Наши карты Я не знаю У меня нет Проблем Я покупаю С Pioneer И на Walmart И на Target Вот и все Вопросы Ответы По поводу Просто на Walmart Нужно VPN Покупать И ставить Американский Биллинхадрис Просто указывает С ума Фамилию Свою Ну и все Тогда Ага Биллинхадрис Американский Да Какую-нибудь Хлобу поставьте Анонимус Зонмейд Браусек Этого достаточно Расширения Хромовского Да У меня Браусек Стоит Ну все Я просто На На Биткоин Кранах Когда долбил Ну Target Вообще Зайти нельзя Я тут столько Расширения У меня тут Их десятки Я использовалась Холла Но Холла Дает Динамический А браусек Браусек Тоже дает Динамический Как раз Если ты Статический Дает Если покупаешь Ты его купил Браусек А если не покупаешь Он дает Динамический И у браусека Больше всего Вот То есть мы все Прогнали Анонимус И Zenmade И все остальное И мы остановились На браусеке Именно на Динамическом Но тоже Америку Воткни Вышла Выключила Через ту IP Например Проверила Какой у тебя IP-шник Американский И все Слушай Но в Опере Вообще встроенный ВПН Насколько я знаю Ну он там В любом случае В Опере тоже В Опере тоже Ну опять же Там вообще он встроенный Ну я что ли Я постоянно люблю Воперу Но когда я Задалась вопросом Как искать Американские ВПНки Именно Американские Магазинчики Которые допустим Недоступны для нас И это мне уже Андрей Косильников Тогда подсказал Вот Что было Перетроенное ВПНки Я допустим Большое Доброе Александр Рассказывает Из 6 ёлок По 650 баксов Ни одной Не вернулось На Амазон На одной Не Так Ни одной Не вернули На Амазон Не пойму Чего он Не дал ввиду А Ёлки Как бы Вот самые ХТВ Ну недорогие Если бы Говорим о ёлках Сейчас Там до предела То нет После Такие Вот Гошусь Как Искусственные Ёлки Которые В вазончиках Которые На улице Ставят Они Там Я знаю По 60 сантиметров Есть по 35 сантиметров По метру Ну то есть Вот такие Небольшие ёлочки Они самые ХТВ И они В цене Получается От 35 до 120 долларов То есть Дорогие ёлки Неслино так Чтобы пользовались Бежим спросом Понятно А ты мне скажи Они же возврат Мог взялся Негодяи Какой может быть В основу Года Ну ты знаешь У нас не было Ни одного Возврата Вообще Причем Женщина Купила 4 ёлки И она пишет Что Пришли 2 ёлки С поломанным основанием И я понимаю Что ну хоть Даже если я закажу Супер быструю доставку Мы никак не успеем К 25 декабря Поставить Те ёлки Новые И я написала Письмо С изменениями Говорю Давайте я вам Наверное Оберну все деньги Ну потому что Вот Я сама понимаю Что ситуация Получалась неприятная У человека Праздник И тут вот И она В ответ пишет Не надо Мне типа муж Скотчем Смотал эти основания Ну я и там Сделала все равно 200 центов Рефанда Но Ёлки Ни один человек Не вернул Не было Возврата по ёлкам Вот по таким товарам Бывают возврата А по ёлкам Может потому что У всех праздничное Настроение уже Не знаю Это как народ Прикалывается А на каком языке Писать жалобы Народ пишет На пакистанском Быстрее поймут Так же Реально Реально Вот это Смех и грех Ну вот Ты если пишешь Уже письма Дропшиперам На русском Кто там Начинает На русском Написала Да Кроме одного Человека Все отозвались На русском Даже подозревала Что Алексей Будет в этих группах Кто стоит Там в КВИ Еще где-то Понятно А мне такой вопрос Кто слышит Из тех Кто любит деппинговать Не деппингуйте Так жестко На брату Долго По приват-лейблу Получается У нас Самый главный Конкурент Китайцы Индуцы Все-таки Мутят По-своему Всякие Вот эти Продвижения Как-то я не знаю Вот индусы Не так активно Продают Но от китайцев Нас самые главные Конкуренты А в дропе Что Русскоязычные Самые главные Конкуренты Получается Ну вопрос Не в конкуренции А вопрос Ну то есть На самом деле Мне кажется Это очень идиотский Поступок Вот я тебе говорила Товарь продавится 79 долларов Он поставил 57 долларов То есть Это чистой воды Идиотизм На хрена Настолько цену сбивать Короче понятно Чистая некомпетенция Некомпетенция Короче Выдает Понимаешь Я не знаю Помнишь или нет Вот буквально Еще 2-3 месяца назад Активно В группах обсуждалось Типа Такие посты были Ну У меня часто говорят В них волосы шевелились Ну я не знала Либо смеяться Либо плакать Когда народ создавал посты И говорит Народ Я типа Продаю там Столько товаров Минус 2 доллара С каждого Когда можно продавать В ноль Я когда это пишу Ну то есть Я вообще не понимаю Зачем люди работают Если они продают В ноль Я допустим Ну там Тех людей Которых я обучала Им разрешала на старте Брать там Товар с роем Самым минимальным 10% Просто потому что Пока классный набит Там есть определенные Сложности Вроде Но Если допустим И когда мне спрашивали Можно типа Меньше Классный товар Я говорю А смысл Ну то есть Чик работает бесплатно А когда я вижу Что люди вообще там Ноль Или небольшой минус Продают Чтобы набить Ну есть такое поднятие Как раскачанный аккаунт То есть У меня есть аккаунт Один очень старый С него как бы Создаю листинги Неделя максимум Когда же начинают Эти листинги Вот на старом аккаунте То есть Аккаунт прокачанный Скажем так Продажами Хорошей репутацией И так далее С новых Так не выстреливает Аккаунт Но я бы все равно Не стала там Продавать в ноль Или в минус То есть Аккаунт В любом случае Раскачивается Где-то полгода Разменяется Антон спрашивает По поводу Этих фирм Маленьких Методику поиска Как ты вообще Ищешь В принципе Хотя бы так Замикнуть Просто Например Поначалу Я торговала Всякая Ухонная Организация Ложек Вилок Я не помню Как это правильно Называется На английском Плюс Вот эти Бевередж Такие фигни Для напитков У нас Они в столовых Бывают Такие Колбы Большие С краниками Ну Они называются Бевередж Тоже Они называются Бевередж Диспансерс На русском Не знаю Как это называется Просто Заходила Потом Под ВПН И писала Купить В Америке То есть Вайлайн И писала Это слово И все И потом Где-то там Понятно Вот такие маленькие Фирмочки И находятся 16-я Восьмая Страница Уже в гугле То есть На первых Страницах Будет Волмарт Амазон Эбэй А вот этих Площадок Типа Которые у меня Есть там В табличке Инструментов Американских Таких Ну Каких Централизованных Нету Только Именно Через браузер Смотреть Я Не знаю Честно Я не подъем Что у тебя В этом Ну У нас Есть Несколько Вот этих Площадок Сейчас Я скажу Я просто Американкой Не занимался Наизусть Естественно Не помню Сейчас Я посмотрю На какие Площадки У америкосов Есть По поводу Поставщики Так Сейчас Америка США Значит У нас Есть Майкерс Роу Какой-то И Томснет Ну Как минимум Вот эти Две Ничего Немного Таких Понял То есть Централизованных Такого Как Алибаба Грубо говоря И так далее Мы как бы Не пользуемся Понял Ну Вот так Принцип Один Чуть Ну Я находила Таких Например Магазинчик Который Торговал Только Грилями Причем Такими Небольшими Не стационарными А вот Такими Минь И они Только Ими Торговали У них То есть Очень Маленький Ассортимент Был Они С удовольствием Согласились Работать По схеме Дропа Но И у них Вилка Была Просто Шикарная То есть Там У них Это Гриль Продавался По 25 Долларов А на Амазоне Продавало По 75 Долларов Ну В том Году Они Уже Сами Стали С собой Торговать И Таких Вот Много Есть Допустим Тоже Находила Там Ребят Которые В Америке Всякую Фигню Из Пластика Производят Прям В Америке То есть Не Китайцы Маленький Ассортимент Но Они Работают Зато С радостью Ну Да Понятно Максим Спрашивает А зачем Покупать Адрес Если Его Указывать Просто На сайте При Регистрации То Можно Любой Указать Или Нет Я Не Покупаю Никакие Адреса Просто Беру Адрес Любого Клиента Указываю В Биллинге И Все Понятно Ну Вот Еще Ссылочки Скидываю Спрашивают Звонить Эти Фирмочки Или Все Таки По Имел Общаться Что Посоветуешь Слышно Я Тебя Не Слышу 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 А Смотри Вопрос Короче Вопрос Такой С этими Фирмами Как По Имел Лучше Или Позвонить Прямо Пообщаться Я Все В Петербурге То Я Села Я Сейчас Просто Этим Не Солен Я Сначала Выбирала Этих Фирм По Своей Нише Потом Села Составила Письмо Всем Разослала Кто Ответил Кто Не Ответил С Работала Ну Все Как Большому С Гугл Помощь По Большому С Получается Правильно? Ну Да Самое Важное Это Определиться Со Своей Нишей Потому Что Когда У тебя Нет Ниши Ты Не знаешь Чего Тебе Искать На Что Хвататься Понятно Какой Программы Отслеживаешь Изменить Цены Пустойщиков Каким Вообще Я Вообще Не пользуюсь Программами Потому Что Я В Этому План Не Смогла Освоить Ни Одну Программу Я Честно Смотрела Этот Окс Рейт Это Единственная Программа Что Я Смотрела И Я Поняла Что От него Только Зло И Все Я Вообще Ничем Не пользуюсь Понятно Я Чуть Чуть Пользуюсь По Приват Прям Несколько Программ Тоже Употребляю У меня Платный Merchant Word Амзаскоп Ну Merchant Word Я пользуюсь Но Это Как Понятно Программа Да Ну Я Говорю Вот Я Например Если Может Кому Тоже Будет Интересно Merchant Word Амзаскоп Амзаван Я Амзаван Раньше Недооценил Прямо Жестоко Если Честно Я Все Время Воспринимал Это Как Картинки Красивая И Для Ленивых Так Так Как Я Неленивый И Жадный Вот Я Считал Что Я Деньги Тратить Не буду Возьму Свою Табличку И Просто Каждый День Буду Пробегаться По Своим Ключам Но Получилась Такая Ситуация Что Вот Прям Прям Пример Простой Это Аналитика Для Аналитики Амзаван Именно Любой Трекер Не важно Амзаван Не важно Вот Он Хорош Тем Что Раньше Когда Я Делаю Запуск Я Соответственно Прям Беру И Вытаскиваю Все ключи Вообще Которым Я Собираюсь Индексироваться Если я Ну Многие делают До сих пор Только Например Без повторения Ну Сделайте фразами Понятное дело Что Если Там Я не знаю Зеленое Дерево И Вы будете Искать Только Зеленое Не Понимаешь Дерево Соответственно Понятно Когда у вас Будет Дерево Оно Зеленое Красное Синее Там Пишите Тогда Ключи И Когда Когда Я Начинаю Продвигать Один Ключ Последнее Время Вообще Беда Какая Вот Этот Ключ Который Я Начинаю Делать Выкупы Искусственные Например Он У меня Может Вообще Не Двигаться Двигаться Другие Но Как правило Сравн Двигаться Более Менее Но Я Второй Третий Четвертый Ключ Как правило Который Я Запланировал Заранее Я Смотрю Какой Из них Дернулся Лучше Я На него Переключаюсь А Бывает Что Они Вообще Не Проиндексировались Я Начинаю Продвигать Совсем Другие Ключи Для Эту Это Очень Важно Ну В принципе Все Слушай Ну Вот Есть Я Для Арбитража Состою Я Немножко Другим Путем Я Тебе Говорила Что Сейчас У меня Товары Которые Для меня На Амазоне Не Было То есть Ну Я Уже Знала Что Эти Товары Должны Пойти И Есть Американские Форумы Где Просто Ну Вот Ну Это Там В основном Женщины Конечно Тусуются У нас Тоже Есть Такие Форумы Там Всякие Типа Мама.ру Еще Что-то Вот И там Народ Общается На Самые Разнообразные Темы И Я Допустим Просто Брала Товар Ну Тот же Диспансер Для мыла И смотрела Что Когда народ Обсуждает Какие Чаще всего Слова Мелькают Потом Просто Эти слова Вставляла В свой Лист Ну Такое Опять У всех Свой подход Как бы Здесь уже Те честно Скорее всего Будем В одном Направлении Двигаться Только С корректировкой Так Ладно Опять Про фирмочку Всех Зацепила Эта тема Смысл Как ты взаимодействуешь То есть Каким образом Фирмочка Принимает Отправляет Заказ Клиенту Мы на нее На ее сайте Оформляем И оплачиваем Товар С адресом Наших клиентов Все Походу Интернет Ёкнулся В конечном итоге Так Алло Сейчас Сейчас Ну ничего страшного Повтори пожалуйста А каким образом Что Сейчас Секунду Уберу Так Значит Каким образом Взаимодействие Происходит В принципе Тут вот Вопрос есть Но просто По конкретике То есть Ты соответственно Находишь клиента Клиент Фирма Отправляет Туда товар А по деньгам Ты оплачиваешь Часть Деньги себе приходят Правильно А ты часть Оплачиваешь Просто Это про трапшип Сейчас вопрос Да Ну фирма Вот эта маленькая А Здесь схема Как бы Ничего Трапшип Схема стандартная То есть Мы размещаем товар В своем магазине Клиент его купил Мы его покупаем Там где мы его изначально Нашли Отправляем клиенту За более дешевую цену Нам капать Есть с Амазона И получается Мы зарабатываем На разнице Да Я выкупаю товар Там где Договорились За 100% цены Как договорились Скажем так Другой вопрос Что договор Нужен Не для того Чтобы Можно естественно Договориться О каких-то скидках Если Много Заказов А если Допустим Там 7-10 единиц В день То Не думаю То же Лечь больше идет О том Чтобы они Не вкладывали Никакую информацию О себе И чтобы В случае чего То есть Этот договор Нужен для того Чтобы когда Амазон запросит Инвоз Это просто На товар Он ведь Запрашивает Не только В том случае Если кто-то Пожаловался Есть У Амазона Внутренние И внешние метрики Если мы говорим О внешних метриках Это то Что мы видим У себя В аккаунте То есть Еще Так называемый Внутренний Такой Маленький Черный Блокнотик Амазона Куда он Все заносит Про продавца Вот А есть Триггеры И когда Триггеров По какому-то Конкретному Вопросу